У нас на прошлом занятии была задачка. Задачка была в виде вопроса, что должна возвращать функция winMain. Всем известно, что обычная функция main в программах на C или на C++ должна возвращать 0 в случае успешного завершения и 1 в случае, если у вас программа завершилась какой-то там ошибкой. Это на самом деле прямо в стандарте C прописано. Но вопрос, Windows, функция winMain, которая очень похожа на C-шный main, чем же она должна завершаться? Решение этой задачи находится просто. Надо просто открыть официальную документацию и там довольно четко написано, что же должна возвращать функция winMain. Если функция winMain добралась до бесконечного цикла обработки сообщений окна, то она должна вернуть некий W парам, который пришел с сообщением, что пора закрываться. Иначе должна эта функция возвращать 0. Ну, я напомню, вообще в Windows, если вы используете функцию winMain, то вы наверняка пишете не консольное, а оконное приложение. Если вы в Windows пишете оконное приложение и пишете вы его на C или на C++, наверняка ваша программа это бесконечный цикл обработки сообщений от Windows. Вообще говоря, любая программа, которая показывает пользователю какой-то графический интерфейс, будь то программы написаны на QT, под Android, под iOS, на фреймворке WPF, на Windows Forms, на MFC, на чем угодно. Все эти приложения устроены архитектурно одинаково. Это бесконечный цикл обработки сообщений. Какие бывают сообщения? Нажали мышку, тыкнули пальцем в экран. Бывают какие-то системные сообщения, например, операционная система или какой-то другой процесс нашей программе посылает сообщение, что пора закрываться. И функции winMain, если мы зашли в этот бесконечный цикл обработки сообщений пользовательского ввода или чего-либо еще, если нам приходит сообщение WM Quit, это нам сигнал о том, что наше окно должно закрываться, наша программа должна закрываться, вместе с этим сообщением приходят определенные параметры. И вот один из этих параметров мы должны вернуть из функции winMain. Если же мы не заходили в этот бесконечный цикл, то просто возвращаем 0. Если вы нашли ответ на этот вопрос, который я формулировал в прошлый раз, вы молодец. Если не нашли, то тоже молодец. Давайте вернемся к разделу задачи. Я сформулирую следующую вам задачку. На неделю. Ну, правда, она будет касаться параллельного программирования, поэтому, если вы не знаете параллельного программирования, то вам будет сложно выдержать эту задачу. Итак, при написании параллельных программ в том или ином виде всегда приходится использовать так называемые условные переменные. Это структуры данных или объекты, у которых есть два метода. Weight. Давайте у нас будет некий объект, условная переменная. Мы зовем у нее метод Weight. Семантика этого метода следующая. Если наша нить позвала метод Weight, то она засыпает до тех пор, пока кто-то этому же объекту не позовет метод Notify. Когда какая-то нить зовет метод Notify нашему объекту, если на этом объекте какая-то другая нить спит, то вот эта другая нить просыпается и продолжает свое выполнение. Код здесь условный, примерный, модельный. Понятное дело, что в разных языках программирование конструкции выглядят немного по-разному. В Java в качестве объекта CV может выступать любой объект. В C Sharp тоже может выступать абсолютно любой объект. В Java методы Weight и Notify, они так и называются. В C Sharp эти методы надо звать несколько по-другому. В C++ в библиотеке P threads, POSIX threads, там тоже довольно похожие конструкции. Семантика у них та же самая. Так вот, факт про все условные переменные во всех языках программирования. Ожидание всегда должно быть в цикле по какому-то инварианту. То есть мы, если хотим написать корректный код ожидания, он всегда должен находиться в цикле. Мы не можем просто написать Weight и ждать, пока кто-то позовет на Tify. Потому что документация на метод Weight во всех этих системах программирования, что в Java, что в C++, что в C Sharp, документация на метод Weight говорит, что метод Weight блокируется до тех пор, пока какая-то нить не позовет на Tify, или когда не произойдет просто случайное спадение с метода Weight. То есть такая интересная конструкция. Мы зовем операцию ожидания, но мы ждем не только до тех пор, пока кто-то позовет на Tify, но и мы можем просто случайно спасть с Weight, даже если никто не звал на Tify. Вот просто рандомно. Конструкция называется Spurious Wake Up. В документации на соответствующей конструкции на Weight и на Tify во всех средах программирования четко пишется, что нельзя просто так позвать Weight, он должен быть окружен циклом по какому-то инварианту. Но мы же никогда не ждем просто так. Мы всегда ждем чего-то. И вот то, чего мы ожидаем, мы должны вот таким вот условием окружить наш Weight. В официальной документации на язык программирования Java там даже написан пример кода, что люди, когда вы используете Weight, пишите всегда вот так. Это было введение в нашу задачу. А задача надом вам в течение недели найти ответ на вопрос, а зачем так было реализовано? Зачем вообще существуют вот эти Spurious Wake Up'ы, спонтанные пробуждения? Тут стоит сделать примечание, что конструкция была написана специально. Вот эти вот Spurious Wake Up'ы, сваливание или окончание вызова метода Weight, даже если никто не позвал на TFI, в различных системах реализованы специально для решения некоторых проблем. Вот вопрос, какие проблемы решались? На самом деле в разных системах Spurious Wake Up'ы решают разные проблемы. Ну, могут решать несколько сразу проблем, могут решать там одну конкретную проблему. Мне известно как минимум три мотивации при реализации на уровне операционной системы или на уровне библиотеки поддержки многонитивости, параллельности, реализовать Spurious Wake Up'ы. Я вот знаю три мотивации. Вот вам домашнее задание. Кто найдет четыре, тот крутой. Кто найдет хотя бы одну, тоже молодец. Кто не найдет, я порассказываю мотивацию, зачем делаются вот эти Spurious Wake Up'ы в реализации условных переменных на следующем стриме. С разделом задача на сегодня мы заканчиваем и плавно переходим к аудиту кода. Сегодня у нас будет не совсем аудит кода. Мы не будем разбирать сегодня код какой-то там программы в духе, вот смотрите, нам прислали. Сегодня мы посмотрим несколько, а конкретно четыре примера в каком-то случае удачного, в каком-то случае неудачного кода и пообсуждаем эти примеры. То есть мы не будем просто смотреть какой-то общий код и в общем его обсуждать, рецензировать, критиковать или хвалить. Мы посмотрим конкретные примеры кода и посмотрим конкретные ошибки, допущенные в этом коде при проектировании, при написании этого кода. Ошибки не в плане корректности, в плане других характеристик программного обеспечения. Товарищ Яприл, здравия желаю. Вопрос. Там вроде не только из-за спурия с wake up'ов нужно так делать. Нас могут вытеснить после разблокирования вейта и условия поменяются. В общем, товарищ Яприл, я условия задачи сформулировал, зачем делаются спурия с wake up'ы. В общем, ожидать в цикле нужно не только из-за спурия с wake up'ов. Если охота копнуть, то я советую почитать, например, книжку Мориса Херлихи. Там есть так называемая проблема ложного пробуждения, например. Но это, опять же, к теме задачи не относится. Просто есть факт, что документация во всех программных системах на wait.netify пишет, что существует спурия с wake up'ы. Соответственно, задача этой недели у нас для вас. А зачем и в каких системах бывают спурия с wake up'ы? Зачем их реализовывают? Ну, вернемся к аудиту кода сегодняшнему, который не совсем аудит, просто разбор некоторых моментов. Первый кусок кода, не очень удачно реализованный, который сегодня хотелось реализовать, это компаратор. Какую задачу решал этот компаратор? У нас есть список строк. Ну, давайте напишем какие-нибудь строки. У нас вот есть некий список строк. И у нас задача следующая. Мы хотим этот список строк показывать пользователю так, чтобы вначале шли строки с почерком в конце, а потом шли все остальные строки. Причем внутри этих двух групп мы хотим сделать алфавитную и умолчательную сортировку строк. Ну, то есть, я думаю, понятно. У нас есть список каких-то строк, контейнер, там, массив или еще чего-то. И мы хотим, во-первых, сделать группировку, а внутри групп сделать сортировку. у нас есть компаратор по умолчанию, который мы можем вызывать string, comp, и можем отдать туда две строки. И вот, используя этот компаратор по умолчанию, нам нужно реализовать вот такой более продвинутый компаратор. И вот нам достался на просмотр вот этот код. Я утверждаю, что он не очень удачный. При том, что он корректно реализует эту задачу. Давайте посмотрим, что происходит. Если нам на вход пришли нули, мы говорим, что строки равны. А, ну, да, код у нас тут на C-шарпе, но это не сильно важно на самом деле. По контракту компаратор у нас должен возвращать ноль, если объекты равны, минус один, если у нас объект слева x больше, чем y, и один, если x меньше, чем y. Ну, в общем, если оба объекта это нулевые ссылки, то они очевидно равны. Мы возвращаем ноль. Далее мы придумываем какую-то какую-то вот умолчательную последовательность, что ноль у нас, например, он больше всего остального. И дальше, если у нас оба объекта на входе все-таки не равны нулевым ссылкам, мы делаем следующее. Ну, там на самом деле этот код чуть сложнее работает. Он сортирует строки не оканчивающиеся почерком, а вот наверх он вытаскивает строки, которые содержатся в яком контейнере. То есть мы заранее сказали, вот эти строки мы хотим наверх вытащить. То есть если у нас обе строки либо содержатся в списке хороших, либо обе одновременно не содержатся, мы запускаем стандартный компаратор. Если же у нас это не так, если одна из строк у нас содержится в списке хороших, а другая нет, мы выполняем их сравнение. А, на самом деле в этом коде даже есть ошибка. То есть, как вы можете видеть, если у нас строки а, не, нету ошибки. Все нормально. Если у нас строки из разных зон, мы четко говорим, что одна меньше другой. Вот, то есть на самом деле код эту задачу решает, задачу вот этой вот сложной сортировки по двум группам, но здесь кода слишком много, он делает слишком много вычислений, его довольно сложно читать. Смотрите, вот этот вот if, ну прям тут нужно подумать, а что вообще происходит. И давайте попробуем последовательно этот код порефакторить, применяя здесь формальные правила товарищ кейн 423, это не плюсы, это c-шарп, но это не важно на каком языке мы это разбираем. Этот код, что на c++, что на java, что на питоне, вообще на чем угодно будет одинаковый, хоть на TypeScript. То есть у нас есть некий контейнер, все хорошие элементы, строки в этом контейнере мы хотим в списке в начале показать, все остальное хотим в конце. Внутри групп мы хотим сделать лексикографическую сортировку. Первые товарищи, что мы хотим сделать, смотрите, мы сейчас будем последовательно применять правила хорошего тона, исправлять и придем к нормальному коду. Первое, что нужно здесь исправить, смотрите, тут есть дубляж вычислений. То есть у нас есть вот здесь такой if. Если у нас контейнер содержит и x и y, то окей, допустим, это условие false. Дальше мы снова делаем промерку, мы снова у контейнера спрашиваем, а лежит ли там x и y. если это условие не выполнилось, мы снова проверяем. То здесь потенциально мы сделаем три одинаковых действия. При этом представьте, что контейнер это дерево. Ну мы там довольно много операций хождения по дереву сделаем. Или если это линейный какой-то список, нам придется например каждый раз полностью по списку проходить. Короче, не очень круто. Первое, что здесь стоит сделать, это ну я тут буду на неком C-шарпе писать, но это тоже не принципиально. Давайте закэшируем результаты этих вычислений, чтобы их по 20 раз не делать. Плюс мы на самом деле даже уменьшим количество кодек, которые нам надо писать. Ну и поехали копипастить. Заменим все вхождения иксов. Так, а как тут replace сделать? Нет, не так. Ctrl-F. О! Окей, давайте заменим, чтобы нам не накосячить. Э, да ладно, no match is found. отлично, поиск работает. Ладно, товарищи, давайте вручную. Окей, позаменяли проверку, что x у нас хороший. Да что такое? Что там в буфере обмена лежит? Какая-то фигня. Теперь позаменяем проверку, что y хороший. То есть, смотрите, мы не только сокращаем вообще количество текста, которое нужно было нам написать, но и вообще количество вычислений. Теперь у нас эта строка даже не настолько монструозная, чтобы там ее разбивать на несколько. Окей, уже лучше. Это первый момент. Едем далее. Давайте внимательно посмотрим на вот это монструозное условие. Вот прям руки чешутся на самом деле его переписать. То есть, оно срабатывает, когда x хороший и y хороший. То есть, когда вот это переменная true, вторая true, или когда obi false. То есть, на самом деле, вот можно просто это условие вот так сократить. это одно и то же. То есть, вот это, это условие выполняется, когда обе переменные имеют одинаковое значение. Обе true или обе false. Окей, сократили. То есть, если у нас переменные неравны, то далее у нас может быть вариант, что x true, а y false. А вот здесь вот этот вариант, он 100%. Ну то есть, вот этим вот перебором мы уже все перебрали, вот этот if на самом деле не нужен. Мы можем вот тут вот сократить. То есть, окей, программистам на самом деле знание булевых операций, товарищи, оно должно пригождаться. И оно постоянно пригождается. Окей, едем далее. Смотрите, господа, контракт вот этой функции, операции сравнения, он задан нам стандартной библиотекой. То есть, естественно, в вашем языке программирования вы всегда используете... Ну, хорошо, не всегда. Чаще всего, в большинстве случаев вы используете контейнеры из стандартной библиотеки. И сигнатура компаратора чаще всего, если вы уж используете контейнеры из стандартной библиотеки, она определена за вас. И вот то, что сюда могут прийти нулевые ссылки, это контракт, который диктует нам стандартная библиотека. Она говорит, товарищ, если вы хотите реализовать правильный компаратор, вы должны нормально обрабатывать нулевые ссылки. Окей, в случае нулевых ссылок мы не хотим какую-то здесь специальную логику, если одна из ссылок у нас тут... Ну, вот автор так решил, что если одна из ссылок нулевая, мы хотим вот, ну, чтобы отработала стандартная логика. Так, окей, стандартный компаратор стринга, он же, поскольку он тоже реализует стандартный интерфейс, то стандартный компаратор стринга, он же тоже должен обрабатывать налы. Так зачем мы пишем вот эту всю портянку? Давайте ее удалим и поиспользуем стандартные средства. Стандартная библиотека точно удовлетворяет контракту, и если мы здесь хотим написать фоллбэк к этой ситуации, причем, товарищи, вы можете видеть, что вот этот if уже излишен. То есть, если либо y, либо x здесь налы, то других вариантов нет, они оба не налы. То есть, на самом деле, вот тот return ниже и вот вся вот эта конструкция с if нам не нужна. То есть, мы даже сейчас уменьшили уровень вложенности, у нас меньше кода теперь смещено, этот код проще читать. Но это отдельный вопрос, что тут еще можно было попереработать. Ну, вот этот код уже выглядит как-то немного поприличнее. И вот так последовательно небольшими шагами мы сократили и объем кода, мы сделали тут даже оптимизации и поскольку здесь кода стало меньше, тут меньше ошибиться и он стал понятнее. Тут нету трехэтажных if в которых очень сложные логические условия. Сколько у нас там было в прошлом варианте if раз, два, три, четыре. Ну, короче, огромная куча if один из которых это вот такое вот условие. В общем, я считаю, мы неплохо здесь над кодом поработали. Окей, это был товарищи пример не самого удачного кода. Мы посмотрели, как его переписать на вид, который по нескольким характеристикам лучше предыдущего. Я напомню, что у программного обеспечения всегда бывает несколько характеристик. Прежде всего, код может быть корректный, некорректный, он может быть быстрый, небыстрый, но еще код у нас может стоить каких-то денег, у нас есть стоимость реализации этого кода, у нас есть совместимость этого кода, простота сопровождения этого кода, понятность этого кода в плане насколько читателю понятно, что этот код делает. В общем, полный список характеристик программного продукта, как внутренних, так и внешних, вы можете почитать, например, у Бертрана Мейера дана хорошая классификация в его книжке. Товарищ Крисмас Баквид, типов не видно, а зачем тебе типы? Тебе тоже нужно знать, что ты читай имена переменных. Если Х хороший, У хороший имеет одинаковые значения, то я не верю тебе, что прочитать то здоровенский двухэтажный ИВ было проще. Поэтому я с тобой не согласен. Вот это замена на самом деле лучше. Окей, товарищи, едем к следующему примеру кода. Давайте сначала разберемся, что это за код. Этот класс это какие-то идентифицированные треугольники. На самом деле не важно, что это треугольники, важно, что это какие-то идентифицированные объекты. Что у нас у этих идентифицированных объектов есть? У них есть идентификатор и собственно сами объекты. Давайте я тут удалю, что на самом деле не сильно тут важно. Сюда закрались некоторые конструкции, которые не важны для нашего обсуждения. Вот теперь мы можем сосредоточиться на сути примера этого кода. То есть у нас есть идентифицированные треугольники, в них есть идентификатор, откуда эти треугольники взялись, и собственно сами треугольники. Простейший класс, я думаю, он понятен будет как новичкам, так и продвинутым программистам. Я смотрю, вы все еще обсуждаете предыдущий пример. Товарищ Яприл, я бы переименовал is good на is in first group или что-то такое. Ну, товарищ Яприл, там видишь, это зависит от языка. Давай вернемся все-таки на предыдущий пример, раз вас не отпускает. То есть, смотри, это зависит от конкретного примера, то есть в реальности в этом коде там, конечно, был написан не x is good и y is good, а там было написано нечто другое. Вот. Понятное дело, что когда у тебя есть понятие группы, то там лучше писать, что... Я просто максимально старался тут абстрагироваться. На самом деле не обязательно, что у нас тут эти объекты лежат в первой или второй группе. Вот. Ну, то есть, возможно, имя, которое ты предложил, лучше. Но я, прежде всего, хотел сосредоточиться на других аспектах кода и показать как небольшими маленькими атомарными шагами, каждый из которых сам по себе самодостаточен и вполне валиден для преобразования. В итоге, суммарно, сделав там 3-4 шага, мы получили более качественный код. При этом это не всегда работает. Не всегда поэтапно по мелким шагам можно улучшить код. Бывают ситуации, когда поэтапно каждое небольшое улучшение кода суммарно код делает хуже. Я видел и такие ситуации, это интересно было бы такие посмотреть. Но вернемся к нашему примеру с идентифицированными треугольниками. Главное, что я тут хотел обсудить, это конструктор. Смотрите, товарищи, у нас есть объект идентифицированные треугольники, есть идентификатор и есть, собственно, сами треугольники. Но при этом конструктор принимает некоторые изделия. Гармент это по-английски изделия одежды. То есть у нас идентифицированные треугольники принимают изделия одежды и получают оттуда и идентификатор, и треугольники. И здесь, смотрите, интересный размен происходит. И автор этого кода на самом деле вот этот конструктор написал не просто так. И вот здесь мне интересно было бы с вами обсудить, даже не то, чтобы обсудить, а показать то, что при проектировании кода не всегда можно добиться в некотором смысле идеального кода и некоторые инженерные практики противоречат друг другу. То есть смотрите, вот здесь вот если мы смотрим на этот класс вот просто изолированно, просто как на класс, у нас есть лишняя зависимость. у нас наши идентифицированные треугольники начали знать про какое-то изделие одежды. Ну, видимо, это код из какой-то программы, которая обрабатывает там трехмерные модели одежды. И здесь у нас лишняя зависимость. Наш класс получается тяжелее использовать. Мы не можем уже просто взять откуда-то идентификатор. Ну, давайте, например, то есть мы не можем наш класс вот так вот конструировать. Для того, чтобы сконструировать объект нашего класса, нам не просто нужен идентификатор треугольники, нам обязательно нужно сложное изделие. почему это плохо? Потому что у нас не всегда может быть эта информация. Например, изделие может содержать не только идентификаторы треугольники, оно может содержать фактуру ткани, например, какое-то описание, возможно, размеров, там, я не знаю, наличие карманов, отсутствие карманов, пуговицы, еще огромную кучу данных. И для того, чтобы сконструировать идентифицированные треугольники, все эти данные нам нужно поставить в этот конструктор. То есть мы здесь тем, что мы принимаем не абсолютно все данные, которые нам нужно, увеличиваем связанность нашего кода. Но так ли все плохо на самом деле? То есть руки чешутся на самом деле написать вот такой конструктор. Но наличие вот такого конструктора ухудшает типизацию. Смотрите, товарищи, вот если мы оставляем здесь такой конструктор, с одной стороны мы уменьшаем связность. У нас теперь идентифицированные треугольники не зависят от какого-то левого типа. Мы тут не имеем доступа к каким-то ненужным нам данным. Но при этом мы оставили дыру в безопасности. Мы сюда можем разместить треугольники и идентификатор, которые никак друг с другом не связаны. То есть у нас теперь программа, наш программный код допускает создание идентифицированных треугольников с идентификатором и треугольниками из разных объектов. То есть представьте, например, у нас есть объект блузка и юбка. мы берем идентификатор из блузки, в идентифицированные треугольники пихаем треугольники из юбки и этот объект у нас дальше в системе начинает жить и когда-то позже ну понятно у нас может произойти ошибка. То есть на самом деле вот этот изначальный дизайн несмотря на то, что он увеличивал связность кода то есть ухудшал какую характеристику программного обеспечения нашего программного продукта вот этот конструктор он ухудшает характеристику сопровождаемость кода когда связность кода у нас увеличивается нам сложнее его сопровождать нам сложнее использовать какие-то наши объекты нам сложнее писать тесты то есть написать тест вот для такого конструктора сложнее чем написать тест вот для того какого конструктора но при этом вот этот конструктор увеличивая связность уменьшает возможность допущения ошибок в коде Ведь смотрите, товарищи, вот при наличии этого конструктора мы просто на принципиальном уровне не можем не так написать, ошибиться. То есть мы откуда-то, например, извлекаем изделия одежды, все, у нас нету вариантов, что, ну кроме саботажа, где мы, например, руками конструируем специальные изделия одежды, туда пихаем разные идентификаторы от юбки, от треугольники, там от блузки. Ну таким саботажем очень лениво заниматься. Правильная архитектура кода, она должна делать написание эффективного или там, ну, кода без багов более простым, чем ошибочного кода. Поэтому на первый взгляд вот эта конструкция увеличивает связность, но при этом человек, который пойдет, напишет вот так вот и выкинет этот конструктор, он не обязательно прав. Возможно, он только что открыл дыру в безопасности программного кода. Вообще, по-хорошему, есть способ, ну не то, чтобы одновременно решить обе эти задачи, но смотрите, нашим идентифицированным треугольником на самом деле от изделия одежды все не нужно. Мы можем завести специальный интерфейс, какой-то интерфейс, например, геометрия с идентификатором. И вот здесь вот, например, использовать не конкретный тип идентификатора, а через интерфейс. Таким образом, мы в некотором роде решаем две задачи сразу. Во-первых, мы обеспечиваем инвариант, мы гарантируем наличием вот такого конструктора, что у нас никогда в коде не будет идентифицированных треугольников, где идентификатор взялся из юбки, а треугольники взялись из каких-то штанов, из брюк. И наш код теперь уже не зависит от подробностей, он не завязан на конкретное какое-то там изделие. Мы через этот интерфейс не можем здесь получить доступа к каким-то параметрам дополнительным изделиям. И, соответственно, человек, который будет решать дальше задачи сопровождать этот код, ну у него уже нету доступа, ему придется как-то изловчаться. Но при этом, смотрите, товарищи, опять же, нам пришлось ввести в код дополнительную сущность. То есть ради того, чтобы уменьшить связанность и при этом сохранить безопасность типов в нашем коде, нам пришлось завести дополнительный интерфейс. То есть мы тут прям пытаемся танцевать на углях. И этот пример чем интересен, чем показателен, тем, что инженерные принципы, которыми являются большинство принципов объектно-ориентированного программирования, они не всегда и все можно удовлетворить. Не только потому, что это чисто технически тяжело. Тяжело написать понятный код, который и быстрый. Зачастую одни принципы просто противоречат другим. Но при этом, когда вы приходите в код, опять же, вот изначальный пример, давайте его вернем. Тоже не всегда стоит спешить и говорить, ой, а что тут? Иногда стоит поговорить с автором кода. И не всегда код, который вы сразу видите, а зачем здесь гармент? Здесь же достаточно только одного. На самом деле, вот такой вот подход обеспечивает безопасность в коде. И вот этот код, автор, который написал этот код, автор хорош. Окей. Ладно, едем дальше. Следующий пример нашего кода, он отправляет нас к разговору о том, что чем позже вы обнаруживаете ошибку, тем дороже ее исправление. Итак, здесь у нас некоторый класс, который содержит в себе информацию о пересечении луча и трехмерной модельки. Тут трехмерная моделька у нас состоит из треугольников. И, соответственно, вот этот класс, который содержит информацию о точке пересечения луча, у нас есть индекс треугольника, с которым мы пересеклись, и барицентрические координаты точки пересечения. Если кто не знает, барицентрические координаты – это числа от нуля до единички, сумма которых равна 1. И если с этими весовыми коэффициентами просуммировать вершины треугольника, мы получим точку внутри треугольника. То есть вот эти три барицентрические координаты однозначно идентифицируют точку внутри данного треугольника, с которым мы пересеклись. Но давайте порассуждаем, на самом деле, где тут автор кода неправ. Автор кода здесь молодец в том плане, что в конструкторе вот этого типа во-первых, проверил, что барицентрические координаты не отрицательны, и проверил, что их сумма равна 1. Это он молодец. Но при этом, товарищи, важно, что помнить. Есть такая эвристика. Чем раньше вы обнаруживаете ошибку, тем дешевле ее исправить. Какие моменты обнаружения есть ошибки? Самая дешевая ошибка – это та, которую вы вообще не допустили. Например, вот предыдущий пример. Вот такой вот конструктор вам, в принципе, не позволяет допустить ошибку и создать идентифицированные треугольники с неверным идентификатором. Второй момент, когда вы можете обнаружить ошибку – это компиляция. Компиляция или статический анализ кода. Если вы компилируете ваш код, вы обнаружите… О, вот здесь вот что-то не так я накосячил, не те параметры передал от меня. Например, вот здесь вот конструктор хочет triangle, индекс, а вы сюда передали какой-то int. Хочу заметить, что индекс треугольника – это не обязательно целое число, любое. Индекс треугольника – это обязательно индекс треугольника, не надо их путать. Но при этом, почему ошибка, допущенная и обнаруженная на этапе компиляции, и ее исправление дороже? Потому что, смотрите, товарищи, для того, чтобы ее обнаружить, вы запускаете программу, обнаружили, что есть ошибка, исправили, снова компилируете программу. То есть вам скомпилировать программу пришлось дважды. Вам пришлось ждать компиляции программы дважды. А ваше время, пока компилируется программа, вы обычно ничего не делаете. Если это время 1-2 минуты, то компания, которая платит вам деньги на оплате вашего труда, здесь теряет. А вы теряете на своей эффективности. Потому что чаще всего в меняемой компании за вашу продуктивность, за вашу эффективность, скорость, с которой вы решаете задачи, и качество, с которым вы решаете задачи, вам может дать повышение. Товарищ каризматик Баквид, второй класс уже без наследования. Можете, пожалуйста, пояснить, какие маркеры намекают, что класс обязательно должен быть силд. Смотри, товарищ Баквид, класс должен быть силд. Маркер простой. По умолчанию все классы делаешь силд. Ну тут я классическое свое примечание сделаю. Мы здесь обсуждаем, и я рассказываю исключительно про написание и программирование небиблиотечного кода. Я говорю про написание продуктового кода. У нас компания, мы пишем какой-то продукт, который мы отдаем пользователям, не программистам. В библиотечном коде это неверно. И вот для продуктового кода, если у вас компания делает какой-то продуктом, я не знаю, текстовый редактор поставлять, систему автоматизированного проектирования, систему бухучета, делает веб-приложение какое-то, ну, какой-то конечный продукт. По умолчанию все классы делаешь силд. Если ты задумываешь, что твоего класса будут наследовать, ты проектируешь специально класс под наследование и делаешь его не силд. При этом, если у тебя нету наследников, не надо класс делать не силд. Вот и все. Принцип максимальной защищенности. Используй по максимуму все возможные средства защитить и описать свой класс. Ну ладно, вернемся к точкам во времени, когда мы можем найти ошибку. То есть, если мы нашли ошибку во время компиляции, она уже стоит дороже, потому что нам приходится несколько раз код компилировать. Второй момент, когда мы можем найти ошибку, это... отладка программистам. Ну, на самом деле, где-то здесь, давайте, один со штрихом, модульные тесты. Если мы долго-долго писали код, мы, возможно, перед непосредственно отладкой и работой с кодом, хотим, ну, мы должны написать модульный тест на наш код, запустить их, увидеть, что, ой, что-то сломалось, исправить код. Понятное дело, что здесь итерации еще больше. Но мало того, что компилируем код, а запускаем модульные тесты. Нашли ошибку, нам теперь нужно снова откомпилировать, запустить модульные тесты. Модульные тесты работают уже дольше, чем компиляция. Далее, во время отладки, ну, понятно, что отладка, нам нужно сидеть, втыкать в код, там, прокликать что-то. Это еще дольше. Мы еще больше времени тратим на нахождение ошибки. Следующий момент. Ошибку нашли, например, ну, там есть еще промежуточные варианты, ну, тестировщик. Тестирование отделом отделом контроля качества. То есть, если у вас есть отдел контроля качества в виде какого-то тестировщика, QA-инженера, то у вас итерация получается еще дольше. Вы выпустили ваше приложение, тестировщик с ним поработал, написал задачу, вы пошли, прочитали внимательно задачу, воспроизвели, вы видите, сколько уже действий нужно для того, чтобы устранить ошибку. Следующий этап. Ну, там тоже можно придумать промежуточные этапы. Ошибку нашел конечный пользователь. И здесь, например, потеря ваших денег может быть даже в том, что пользователь, увидев эту ошибку, уйдет от вас. У вас здесь потеря денег уже происходит не только на инженерии, но и на потери, как это сказать, на репутационных потерях вы начинаете терять деньги. Вам исправить эту ошибку еще дороже. Иногда исправление ошибки на вот этом моменте может стоить бесконечное количество денег, потому что пользователь вам про нее не сообщит. Он увидит, что ошибка есть, просто уйдет, и вы не будете даже знать об ошибке, вы просто будете терять пользователей. Поэтому давайте внимательно посмотрим на этот код и подумаем, а как можно было бы изменить дизайн этого кода. Вот этот код, он принимает откуда-то барицентрические координаты и проверяет, что они, ну что это реально барицентрические координаты, что все они находятся, каждая из этих чисел в промежутке от нуля до единицы, и сумма равна единице. Но давайте подумаем. Вот эти барицентрические координаты у нас не взялись откуда-то. Я даже не буду вникать в теорию вычислительной геометрии, вот просто на бытовом уровне. Смотрите, товарищи, мы же их откуда-то взяли. Вот этот класс, это информация о пересечении луча с каким-то треугольником. То есть кто-то где-то эти барицентрические координаты вычислил, то есть где-то написан алгоритм вычисления этих барицентрических координат, и скорее всего, этот алгоритм правильный. Его либо взяли из учебника, либо он был не сильно сложен, его автор сам написал, покрыл модульными тестами, и то есть где-то у нас есть уже код, который просто сам по себе гарантирует вот это условие. То есть где-то есть вот этот вот большой алгоритм, в результате вычисления которого у нас эти барицентрические координаты уже являются правильными просто по самому алгоритму. То есть у нас где-то есть алгоритм, который эти координаты вычислил, а вот здесь мы снова перепроверяем, а правильный алгоритм их там вычислил. Понятное дело, что у нас должны быть модульные тесты на этот алгоритм, различные проверки, но здесь мы фактически это все дублируем. Зачем этот дубляж? То есть мы здесь дублируем вычисления, мы производительность здесь вканываем? Возможно. Возможно, у нас вот эти проверки в релизе вырезаются, если мы пишем на C++, но тем не менее, отладочная производительность, если вы собираете ваше приложение в дебаге, тоже важна. Если программисты, они чаще всего работают в отладочном режиме, и ваша программа в этом режиме тормозит, вы просто так тратите время программистов. Не очень эффективно. Смотрите, более качественное решение, которое переместит время обнаружения ошибки у нас с рантайма, вот здесь вот ошибку мы обнаружим в лучшем случае во время тестирования программистом, а в худшем случае здесь ошибка пролезет даже тестирование тестировщикам и может пользователь обнаружить. То есть вот мы получаем, делаем зазор. У нас есть алгоритм, и есть вот этот вот класс. И алгоритм посчитал бареццентрические координаты, и появляется некоторый промежуток времени, мы теряем информацию, и в этот момент с бареццентрическими координатами может что угодно произойти, пока их переложат сюда. То есть огромная куча проблем. На самом деле решение, а давайте вот эти бареццентрические координаты и алгоритм разместим вот здесь прям. То есть давайте мы их не будем принимать, давайте мы, например, будем сюда принимать, мы же пересекаем луч с каким-то множеством треугольников, с сеткой треугольников. Вот чтобы не было вот этой ошибки, которую мы сейчас увидели, причем на принципиальном уровне, смотрите, товарищи. Мы просто устраняем вот этот этап передачи информации. Воспроизводить алгоритм пересечения луча с произвольной сеткой треугольников я сейчас не буду, потому что на это мы потратим полнедели, возможно. Но это не суть. Самое важное, чтобы вы обратились здесь на прием. Но причем смотрите, товарищи, здесь было довольно сложное рассуждение. Пардон, забыл выключить телефон. Здесь было довольно сложное рассуждение, но каким признаком здесь формально можно было пользоваться, что что-то не так с этим классом? Давайте откатим на старт. То есть вопрос, что не так с этим классом? На самом деле, это не класс. Вот если вы внимательно посмотрите, бизнес-логики в этом классе нету. Это просто набор полей, которые ходят вместе. Да, тут обеспечивается некоторый инвариант этих полей, но по сути, вообще, какого-то бизнес-вэлю в этом классе нету. Один мой товарищ, который в некотором роде относительно объектно-ориентированного программирования экстремист, он вообще утверждает следующее. В абсолютном смысле, эту мысль, я думаю, не стоит воспринимать, но это очень хороший признак. Признак примерно следующий. Вообще говоря, ваш класс хорошо спроектирован, если у него нету геттеров, нету тривиальных геттеров вообще. То есть, тривиальный геттер это на самом деле нарушение инкапсуляции. Наличие вот такого тривиального геттера, вы наружу светите факт того, что у вас вот внутри есть какое-то поле. И вообще говоря, ваш класс ничего не делает. То есть, если вы наружу светите вот какие-то геттеры, это значит, что часть логики по работе с этими геттерами находятся где-то еще. И при изменении этих геттеров вам придется где-то еще отдельно от класса менять какую-то логику. То есть, эта логика по идее должна быть внутри этого класса. Вот. И вот наличие вот этих вот геттеров и вот это вот проставление, это на самом деле формальный признак того, что с этим классом что-то не так. По сути, здесь даже класса и какой-то абстракции нет. Это просто набор полей, которым получилось совместно путешествовать. Поэтому, товарищи, главное, что отсюда нужно извлечь. Первое, это эвристика. Чем позже обнаружена ошибка, тем дороже ее исправление. Соответственно, чем лучше вы напишите код в плане обнаружения ошибок, чем раньше вы сможете обнаруживать ошибку, проектировать свой код, тем лучше. При этом мы посмотрели, что можно по-разному скомпоновать код и время возникновения, время обнаружения, вот конкретно здесь ошибки, будет разное. Вообще, эта эвристика подтверждена некоторыми индустриальными исследованиями, насколько я помню. И идея, ну, далеко не моя. В книге Стивена МакКоннелла «Совершенный код». Эта эвристика описывается, по-моему, он дает даже ссылку на исследование, но вот тут я не уверен. Это надо уже прям литературу эту смотреть. Он тоже самое говорит, что время обнаружения ошибки, чем позже мы обнаружили ошибку, тем дороже ее исправлять. Поэтому, товарищи, проверки предусловий — это хорошо, но подумайте над вашим кодом, а нельзя ли переписать код так, чтобы эти проверки вообще на принципиальном уровне были не нужны. окей, едем к следующему коду. Последний код, пример последнего кода, который я хотел рассмотреть, это обработка вот этих самых барицентрических координат. Довольно сложная конструкция, но здесь я хотел обсудить вполне конкретный пример, вполне конкретную проблему. Товарищ HR3NK, но мы же не всегда можно знать, что эти данные нужны только в этом месте кода, в будущем это может измениться и придется вводить абстракцию. Не совсем понял вопроса. То есть то, что барицентрические координаты там были объединены в один класс, я имел в виду, что работа была не доделана до конца. То есть, конечно, лучше так, чем вообще не было бы этого типа, чем эти бы переменные ходили бы всегда параметрами функций, лучше так, конечно, но работа до конца на самом деле была не доделана. То есть вот такая вот просто так называемая запись. Микрофон страдает под перегрузкой. Ну давайте попробую чуть почише говорить и чуть поменьше микрофон сделать. То есть вот такая вот так называемая рекорд запись, просто несколько полей, которые ходят вместе. Все, что эта штука экономит, это время при написании кода и количество параметров функции. Но на самом деле какого-то бизнес вэлью, какой-то типизации, какого-то избавления от ошибок, какую-то абстракцию в терминах, которой можно мыслить, эта конструкция еще не принесла. Микрофон помехи дает. Ну попробую чуть потише говорить и громкость микрофона сделать поменьше. В общем, товарищи, я тут немного подрегулировал, вы сообщайте, если стало хуже или лучше. Едем дальше. Давайте посмотрим на вот этот вот код. Здесь у нас те самые барицентрические координаты А, Б, С. Имена здесь нормальные, потому что для барицентрических координат треугольника ничего лучше, кроме как А, Б, С не придумаешь. Их просто три, и все у нас. В треугольнике три вершины, А, Б, С. И тут уже никак. Здесь у нас идет сложная портянка ифов, и на эти ифы мы выполняем некоторые действия. В чем проблема этого кода? Проблема этого кода... Вот мне нравится в последнее время подходить к анализу кода, отвечать на вопрос, а нужно ли с кодом что-то делать или нет? А хорошо написан код или нет? Вот очень хороший показатель это модульное тестирование кода. Вот есть очень много различных критериев таких формальных, которые говорят о том, что с кодом что-то не так и нужно его переделать. Ну, такие там инженерные принципы, что принцип единственной ответственности. А не делает ли код слишком много? Банальный там размер функции. Если функция не влазит на экран по высоте, с функцией что-то не так. Она слишком сложная. Цикломатическая сложность кода. Количество различных типов, с которыми общается код. Ну и тому подобные метрики. Вот мне нравится использовать одну метрику. Она на самом деле довольно много сразу покрывает. То есть если с модульным тестированием кода что-то не так, если мы код не можем протестировать модульно, то обычно выясняется, что в коде нарушена один из принципов агретно-ориентированного программирования или один из принципов инженерии. Вот давайте посмотрим на этот код с точки зрения модульного тестирования. Что этот код делает? Ну, он что-то делает. Он находит определяющий треугольник. Не сильно важно на самом деле, что такое определяющий треугольник и где он находится. Давайте абстрагируемся вот от этого всего и посмотрим. То есть мы ищем какой-то определяющий треугольник. Мы тут вычислили некие барицентрические координаты и написали сложные условия на эти барицентрические координаты. И в зависимости от того, какие у нас барицентрические координаты, мы делаем вычисление определяющего треугольника. Давайте, товарищи, представим, что мы написали модульный тест на эту функцию. То есть мы написали какой-то тест, который в эту функцию отдает аргументы и смотрит, что на выходе получилось то, что ожидали. Я знаю, что некоторые зрители не особо нас знакомы с концепцией модульного тестирования. Вот для них поясню. Представьте, что у нас есть функция, вычисляющая квадратный корень. Как ее протестировать? Давайте мы в нее отдадим четверку. На выходе должна получиться 2, правильно? Если квадратный корень нам на выходе из четверки дает 3, функция поломана. Что-то не так. Нужно сигналить. Вот то же самое вот здесь с функцией определяющего треугольника. Мы на вход подаем какие-то данные и ожидаем определенный ответ. Если ответ не совпадает с нашим ожиданием, то в функции где-то ошибка. Смотрите, товарищи, пишем мы модульный тест для этой функции. И предположим, модульный тест говорит, что функция работает неправильно. То есть у нас есть модульный тест, мы его запускаем, он падает, говорит, функция работает неправильно. Теперь давайте посмотрим на код этой функции. Что у нас может работать неправильно? Вот глядя на эту портянку ифов, смотрите, у нас может, мы могли накосячить в этой портянке ифов, ну, например, вот этот иф не нужно было. Или, например, вот здесь должно было быть вот так. То есть мы могли накосячить вот в этом сложном вычислении ифов. Это первое место, где мы могли накосячить. Второе место, где мы могли накосячить, это вот в этой функции. Смотрите, товарищи, эта функция у нас тут три раза вызывается. Раз, два, три. Или мы могли накосячить вот в этой функции. То есть у нас модульный тест, который говорит, что функция работает неправильно, на самом деле не говорит нам точно, а где косяк. Этот модульный тест нам говорит, что косяк либо в портянке вычислений ифов, либо в этой функции, либо в этой функции. И получается не совсем модульный тест. То есть смотрите, товарищи, нам по результату этого тестирования нужно идти и разбираться и долго отлаживать этот код и выяснять, а проблема вот в этих ифов или в реализациях этой функции. И вот чисто по этому критерию, что у нас тест не совсем модульный, и я могу сказать, что этот код нужно переписывать. У нас вот это вычисление на ифах, а ифы это тоже вычисление, то есть вычисление это не обязательно сложение, вычитание, умножение и арифметические операции. Вычисление это логические операции или чтение записи в память. Мы можем просто на чтении записи данных делать на самом деле какие-то арифметические операции. То есть вот здесь вычисление на ифах, оно должно быть отделено от этих функций. Чтобы мы могли написать нормально тест, модульный тест, который скажет нам, что у нас проблема вот в этих вычислениях или в этой функции или в этой, вот эти вычисления на ифах нам нужно отделить. И вообще мы тут приходим, а какого черта какая-то функция, которая находит определяющий треугольник, делает какие-то вычисления на барицентрических координатах? Может это вообще ответственность барицентрических координат? Может быть вот всю вот эту портянку ифов нужно перетащить в наш изначальный класс про барицентрические координаты и написать здесь какую-то бизнес-логику, в которой есть только вот это вычисление. Ну, вот эти вот ифы. Здесь хотелось рассмотреть не столько пример вот этого кода, сколько подход. Еще один формальный критерий, который в современных учебниках по проектированию объектно-ориентированному не так часто упоминается. В современных учебниках по объектно-ориентированному программированию там рассматриваются различные там критерии, принцип деметры, single responsibility principle, ну, такие обычные инженерные какие-то принципы, какие-то метрики рассуждаются. Ну, вот рассмотрение и оценка кода с точки зрения его модульной тестированности, тестируемости и насколько эффективно у нас вообще модульное тестирование происходит, насколько эффективно оно локализует проблемы, тоже один из вариантов анализа кода и принятия решений того, что этот код нужно порефакторить или еще что-то с ним сделать. То есть вот здесь прежде всего, что вот с этим кодом охота сделать, это вот эти вычисления ифов вытащить откуда-то еще и чтобы в этом месте, куда мы их вытащим, возможно, в отдельную функцию в этом же классе, возможно, в барицентрические координаты, чтобы там были только эти ифы, чтобы у нас модульные тесты могли находить ошибки исключительно вот в этих местах и мы гораздо быстрее локализовывали проблему в нашем коде. На этом, товарищи, сегодняшний раздел код-ревью, который на самом деле не совсем код-ревью, а рассмотрение некоторых ситуаций из реальной жизни программирования, где удачно и неудачно что-то было реализовано, я бы хотел закончить. И если у вас нет вопросов по кускманам кода, которые мы сейчас прям посмотрели, ну, пока я не переключил заставку, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете сейчас спросить, мы можем вернуться. Ну, если у вас по тем кускманам, которые мы смотрели, нет вопросов, мы можем переходить к завершающей части нашей программы. Их еще можно линейными сделать на 6 вариантов без ложности. Ну, товарищи, HR, 3, NK, не знаю, как правильно ник читается, поэтому по буквам буду читать. Тут много чего можно было сделать, то есть при рефакторинге, при вынесении вот этого вычисления там, его можно было как угодно порефакторить. Мы могли возвращать оттуда, например, индекс, а здесь этим индексом индексировать массив и вызывать конкретный алгоритм. Там много чего можно было сделать, но я хотел здесь сосредоточиться именно на мотивации, а как можно увидеть, что здесь что-то не так, как это рефакторить. То есть, бывает, здесь, ну, довольно очевидно, сложный код и сразу чешется, что, блин, что-то с ним не то. Бывают менее очевидные коды и вот такой вот подход, а можем ли мы локализовать проблему в коде модульным тестом, насколько хорошо мы локализуем проблемы в коде, тоже еще один из критерий для того, чтобы идти и перерабатывать. Я бы ее, на самом деле, включил в книги по даже не объектно ориентированному дизайну, а просто по дизайну кода. Что если вы модульным тестом не можете в вашей функции легко локализовать проблему, то идите переписывайте функцию. Ну и пишите дополнительные модульные тесты. Ладно, товарищи, давайте переходить постепенно к завершению.